Здравствуйте! Именно в это время, за 8 часов до наступления Нового года, общая вновь становится частным, а невидимые, вроде бы с первого взгляда детали, становятся зримыми. В студии Иван Стрижов. Салаты дорезаются, список гостей составлен, а подарки ждут своих обладателей. О них, то есть о подарках, несколько позже, а сейчас про эмоциональный подъем. Итак, итоги уходящего 2017-го россияне оценивают заметно выше, чем в прошлом году, и в целом встречают следующий в хорошем настроении. И это действительно радует, цифры говорят сами за себя. Почти половина опрошенных призналась, что в будущее смотрят с чувством оптимизма. 38% не испытывают особенного подъема, но и негативных эмоций не ощущают. И только у 11% настроение перед праздниками пессимистическое. Ну а чтобы негатив и пессимизм нами не овладевали, нужно двигаться. Поверьте, в Тюмени в эти новогодние праздники есть куда пойти отдохнуть и развлечься. Причем как взрослым, так и детям. Об этом прямо сейчас гость нашей предновогодней студии, заместитель директора департамента культуры администрации Тюмени Вероника Кирюшина. До Нового года 8 часов. Где будете в новогоднюю ночь? Обязательно дома, обязательно с семьей, обязательно со своими близкими и родными. Домашний праздник Новый год, в том числе и у меня. Ну, относительно того, что новогодняя ночь завершится, наступит первое, второе, третье, вот это плеяда праздничных дней. Конечно. Все-таки идти надо куда? На Цветной бульвар? Там будет вот это грандиозное действие продолжаться или нет? Можно куда угодно идти. И везде можно найти праздник для себя. И везде можно найти интересный досуг, которым можно позаниматься в эти выходные дни. Не просто активный, он не просто интересный, он еще и активный. Помимо Цветного бульвара, куда направиться еще Тюмени Вероника Кирюшина? Можно в театр какой-то сходить, да? Ну, конечно. В Молодежном театре «Ангажемент» со 2-го числа идут спектакли. Как для самых маленьких, так и для взрослых. Для самых маленьких подготовлен спектакль «Теремок», а для взрослых 6-го января будет спектакль «Вечера на хуторе» в Лездиканьке. Такой ужастик гоголевский, да? Очень-очень интересный, смешной спектакль. А вы сами посмотрели его? Да, конечно. И посмеяться можно, и порадоваться жизнью. Можно посмеяться, можно вспомнить классику, это тоже полезно. Но очень интересно, и наши актеры играют просто замечательно. Поднимут настроение, это 100%. А какие-то тематические, может быть, экскурсии будут проходить, чтобы узнать еще лучше историю города, историю родного края? Это тоже будет происходить у нас? Да, конечно. И музеи наши все, они будут открыты. Музеи не будут закрыты в новогодние праздники? Нет. Новогодние каникулы, они каникулы для горожан, может быть, а работники культуры, они все на работе. Работать, а мы будем отдыхать, да? Конечно. И мы этому рады. А по поводу елок, давайте к этому вернемся. Ну, скажем так, в каждой управе есть своя елочка. На какие, какая самая интересная будет елочка, где самое интересное действие, на ваш взгляд, помимо центра города? Интересно будет везде. И каждый найдет свой интерес возле своей елочки. Конечно, наверное, интересно будет выйти из дома и побывать на елке, которая рядом. Наверное, будет интересно собраться всей семьей и съездить в другой район, в гости к друзьям. И там заглянуть. Да, и там заглянуть на ту елочку. Поэтому сложно сказать, какая будет самая интересная. Но то, что программы будут везде, это однозначно. А не за горами еще и Рождество у нас. То есть новогодние праздники плавно будут перетекать в Рождественские. Там тоже очередная порция развлечений нас ждет такого более духовного, наверное, характера, да? Ну, конечно. Календарь наш устроен так, что мы не успеваем скучать. Праздник за праздником. Вот не успеем мы встретить Новый год, как тут и Рождество. И тематические программы, вечера, все это приготовлено, конечно, в наших учреждениях. Все это будет. Можно прийти всей семьей и провести время здорово в семейном клубе. Тоже в семейном клубе чем можно позаниматься? Сделать подарки своими руками. Узнать что-то новенькое и приготовить для стола праздничного. Почитать вместе книги. Но всевозможные программы, в том числе и уличные. То есть можно прийти и внутри посмотреть что-то, можно выйти на улицу и активно провести время свое. А как вы считаете, год от года тюбенцы и горожане, они как-то поактивнее относительно этих новогодних развлечений? Или все-таки все по домам, что называется, доедают оливье? Ну, на наш взгляд, горожане очень активны. Очень активны, и они все время интересуются, а что и где. И не только это звонки, это прямо на мероприятии спрашивают, а какое следующее будет мероприятие, а куда еще можно сходить, ну и так далее. Ну, об активности горожан, наверное, можно судить о том, что насколько увеличились наши мероприятия в своем количественном составе. А их все больше и больше, да? А их все больше и больше год от года. Ну, для примера, если в прошлом году их все новогодние праздники, мероприятий насчитывалось 240, то в этом году мы уже 300 мероприятий предлагаем горожанам. Совершенно разного формата. И выставки, и беседы, и встречи, и танцы для взрослых, и для малышей, и мастер-классы. Но все что угодно. То есть на все интересы, еще раз повторюсь, на все желания горожан мы всегда откликаемся на их потребности и готовим новые программы. Ну, я думаю, наши телезрители в преддверии праздника, который наступит через несколько часов, сделают соответствующие ему заключения. И завтра улицы Тюмени, праздничные, торжественные, радостные, заполонит народ, которого, наверное, нужно поздравить с праздником. Что-то сказать доброе и теплое из ваших, Вероника Уст, пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие тюменцы, наступает такое волшебное время чудес, когда каждый из нас, независимо от того, сколько ему лет, какого он пола, какую должность занимает, все равно где-то глубоко верит в чудо. Верит в то, что следующий год будет еще лучше, еще теплее, светлее, еще счастливее. И правильно делая, что так думает, ведь так и будет. И я искренне желаю всем, чтобы в каждый дом пришло то счастье, то тепло, чтобы дети были здоровы, чтобы работа была интересная, чтобы был мир во всем мире, было добро. С Новым годом! Вас тоже хочется поздравить с наступающим праздником, пусть все будет хорошо у вас, у ваших коллег, у ваших родственников, домочадцев. Спасибо вам большое за это интервью. Ну а далее, как и обещал в начале о подарках. По подсчетам экспертов, в этом году на праздники россияне планировали потратить в среднем 17 600 рублей, из них примерно 7 700 именно на подарки. По результатам опроса большинство наших соотечественников сюрпризов не любят и хотят получить деньги. Причем доля таких среди женщин выше, чем среди мужчин – 73% против 63%. В рейтинге желанных подарков на втором месте путешествия. Далее идут смартфон, компьютер и косметика. И этот список значительно отличается от того, что россияне планируют дарить. Тут на первом месте сладости, а деньги только на третьем. Примечательно, что популярность книг значительно выросла. В этом году, по данным опроса, они будут в каждом пятом подарке. А вот дарить животных нужно по принципу 7 раз отмерь. Да и ответственность большая, ведь это не какая-то там игрушка. Далее символи наступающего года – собаки. Причем не простой, а желтой земляной. Казалось бы, таких не существует в природе. Оказывается, все не совсем так. Мы выяснили, что много веков назад земляными собаками называли терьеров. Порода сегодня богата всякими разновидностями. И пусть желтых нет, но почти желтые есть. Какой же характер у символа года и что он нам принесет, узнала Лариса Соловьева. Новый год наступает всеми 12 лапами, уверенно шагает по Тюменскому парку. Это ирландские терьеры – настоящие земляные собаки. Желтея не бывает. Громко и звонко Фидель для своих Федя поздравляет всех с наступающим. Впрочем, он не обещает легкой жизни. Терьеры – охотничьи собаки со всеми вытекающими последствиями. Азартные, активные. В общем, побегать за удачей в 2018-м придется. Я думаю, будет хороший веселый год. Много подарков нам, наверное, принесет. А что нужно делать, чтобы собака к тебе благоволила? Постоянно ее хвалить. Постоянно ее подкармливать и любить. Но простой печенюшкой земляную собаку не купишь. Здесь нужны другие подходы. Они возьмут конфетку с колбаской, но останутся при своем мнении. Тут, конечно, важны партнерские отношения. Это не овчарка, которая будет за кусочек. Они любят очень слушаться хозяина, а терьеры нет. У них свое мнение по многим вопросам есть. Они индивидуальности. Дебби тоже терьер. Сегодня десятки разновидностей этой группы. Знакомый Джек Рассел и людям помаяла из фильма «Маска». Очень активный, очень веселый и любвеобильный. Дебби такая же. К Новому году Дебби принесла хозяйке пять маленьких подарочков. Малыши недавно открыли глазки и начали изучать мир. Шесть терьеров в одной комнате и у каждого свой характер. Поэтому делать прогноз хозяйке сложно. Но если в целом... Если взять вообще качество собаки, Я надеюсь, что 2018 год будет очень добрым, Очень отзывчивым в общей сложности. Будет очень активным. Собака очень честная, в отличие от людей. Соответственно, честным самое главное. А еще собаки чувствуют любовь. И как никто, умеют на нее отвечать взаимностью. Поэтому, чтобы повезло в 2018-м, Не обязательно заводить четвероногого. Достаточно просто оставаться человеком. Ведь и любовь, и честность, и отзывчивость – Это самые настоящие человеческие качества. Добавлю, что новогодняя ночь, В частности, со взрывами петарды – Это настоящий стресс для животных. Ежегодно с 31 декабря на 1 января Теряются сотни собак. Они боятся грохота фейерверков. Если повезет, животное найдут и придержат. Но, как правило, питомцы теряются совсем. Чтобы символ 2018-го года не убежал от хозяина, Кинологи советуют выгуливать собаку До начала салюта и оставить в животное дом. Каждый год на стене размещаются десятки пачками объявлений, Что собака пропала, собака пропала. И это буквально начинается с часу ночи, 1 января уже, И продолжается до 10 января. То есть собак теряют и теряют. Если даже с собой взяли на салют, То есть нужно проверить крепление ошейников, Затянуть ошейники. Проверить карабины на поводках, Чтобы собака, допустим, уже была надежна, Что если он дернется, то никуда не убежит. Ну а если собака все-таки сорвалась с поводка, Можно расклеить объявление по району И обратиться в фонд потеряшки, Рассказать, когда и где пропала собака, А также прикрепить фото питомца. Настоящее чудо произошло под Новый год. Счастливчик из Галышмановского района Выиграл кругленькую сумму 700 тысяч рублей В 265-м тираже жилищной лотереи. Правда, пока неизвестно, Кто же стал победителем. Розыгрыш был в воскресенье. Но за денежным призом так никто и не обратился. Тем не менее, новость уже облетела весь район И вызвала ажиотаж в местных отделениях почты. И это была программа частности, Творческий коллектив которой поздравляет вас с праздником. Все самое интересное, волнительное и радостное Начнется уже через несколько часов. Пусть будет достаток, здоровье, счастье, А мечты обязательно сбываются. С Новым годом!